Ленинский район растет и развивается. Темпы жилищного строительства радуют новоселов. Не так давно в сельском поселении Булатниковская вырос микрорайон Бутово-парк. Этот проект был реализован группой компании «Мортон», которая продолжает застройку и сейчас ведет активные работы по задению жилищного комплекса «Восточная Бутова». Новостройки должны появиться рядом с деревней Боброво. Коренные жители обеспокоены тем, что «Мортон» не соблюдает согласованное на публичных слушаниях договоренности и ведет строительство с рядом нарушений, рассказывает Елена Бабина. Первое, с чем столкнулись жители Боброво при входе на их территорию застройщика – это изменение планов, которые обсуждались на публичных слушаниях. Рассматривали 88 гектаров, а на выходе группа компании «Мортон» получила 136, что крайне удивило сельчан. Разрешения у них нет на проведение данных работ. Они вырубают сосновый лес, складируют у себя вот здесь на территории то, что вы сейчас видели. Там сейчас находится всего где-то одна треть от того, что они вырубили. Мы уже месяц боремся, чтобы они прекратили работать, но они как работали, так и не прекращают. По словам районного депутата по этому округу Валерия Черникова, «Мортон» добросовестно выполняет все требования, предусмотренные российским законодательством по сбору документов на проведение строительных работ. Но что именно делается, узнать очень тяжело, так как компания совершенно непрозрачна в своих действиях. И даже нам еще до сих пор не могут показать, как у них до конца будет здесь план застройки. У них каждую неделю-две все меняется. Вот эта непрозрачность приводит к таким действиям. На публичных слушаниях обсуждались одни вопросы, по факту возникают другие вопросы. Но как в первом, так и во втором случае нельзя говорить с полной ответственностью, поскольку нет действительно закрепленных документами доказательств. Поэтому голословными тоже быть здесь не хотелось бы. Если бы часто проводились круглые столы, если бы компания действительно была бы прозрачна для жителей, то, может быть, некоторых вопросов бы просто не возникало. А пока вопросов множество. Строители без предъявления разрешительных документов для увеличения зоны своей застройки убирают левый приток речки Гвоздянки в коллектор. Жители после обращения в экологические службы уверены, что это пагубно отразится на жизни деревни. Как только заработают конденсационные начинные сооружения, которые к этому комплексу они делают, в наших деревнях, в колодцах, вода будет непригодна для питья. То есть мы остаёмся без воды. Возможно, с точки зрения эффективности и экономической выгоды для компании-застройщика это интересно. Но кто же думает об интересах местных жителей? А ведь они там родились, у них сложился свой обычай, порядок. Они привыкли к тому комфорту, к тому климату, в котором они живут десятилетиями. Поэтому они и переживают, противодействуют этим огромным строительным конгломератам. Но пока лес рубят, а реки закатывают в бетон. Елена Бабина, Александр Ильин, Евгений Садовский, Видное ТВ.